владимир давайте мы пока едем у нас тут есть возможность поболтать давайте мы поговорим о вашей блогерской деятельности да вот я хочу сказать что вчера мы со светой но она правда заснула пока смотрел в как под конец мы смотрим я до конца досмотрел специально для этого видео видео про монако да и я хочу сказать что мне это напомнило передачу вокруг света или как он там называл клубки напиши соседи че только не вспоминает еще было еще был как-то не вот эта программа не путевые заметки мне говорится похоже мне 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 даже говорят ты хочешь отнять хлебу не путевых заметок не до крылов он там как бы из студии ведет до или там где-то за кадром у него заказа потом есть но за кадром и вот я хочу сказать что не хуже уж совсем даже ничуть не хуже этих заметок только у крылова огромная команда я это делаю все один в отличие от облачивались и его там переезды а владимир многостаночник все сам делает человек оркестр но вот все-таки я хочу сказать какой большой труд за этим за всем вот сколько уходит времени на один такой сюжет по-разному все зависит от того как будто она начинает складываться мы как раз вчера об этом говорили но обычно давайте так обычного чистого времени видео на она занимает два дня то есть это где-то часов 16 17 занимает видео чистого времени но что значит почему именно говорю чистое потому что придет перед этим временем существует еще время раздумий какой-то который я туда не включаю потому что нужно придумать логически как это все начнется как это завершится она должна у меня срастить в голове более того музыка очень важно у меня очень мы где выберем она не есть куча различных сейчас сервисов и ровно сейчас она вся лицензирована сейчас куча всевозможных сервисов которые например один из них вот которым я пользуюсь это epidemic sound грамма пошла вот и там за как символическую месячную плату ты имеешь возможность воспользоваться на своем канале это самое я вам порекомендую там да и пришлось это классно это очень классная музыка обалденно музыка музыка нужна да конечно безусловно во всем главен главное я всегда об этом говорю для всего важен вкус вот он либо есть либо либо его не знаете что еще время нужно время безусловно нужно слава богу как моя деятельность не позволяет как-то регулировать это время я думаю что в принципе вы же вы же еще там где-то должны полазить там по википедиям посмотреть картинки найти но все как-то да вот это вы там показываете князя этого монако вы должны были взять картинку он же к вам не пришел и суши вы еще не видели там другие виде на которые потратил колоссальная работа там была историческая просто я вам по нам скину ссылки например о чем говорят ко мне это видео на канале называется мой канал кстати называется ник фору если у вас н айси кей неф о 2 r и о форуме я ссылочку там на канале а почему фору что это никифоров все очень просто значит так я я был музыкантом и мне мне как-то в молодости когда был там 17 18 лет это было 86 там 85 год там 87 и как-то хотелось мы пели по-английски и как-то хотелось придать сделать себе какой-то так никнейм какой-то более-менее англоязычный тогда это было модно и вот как бы я тогда это придумал как бы сочетание ник фору да потому что меня звали ники всегда не книг ники потому что меня фамилия никифоров естественно кличка бланики да это однозначно и вот отсюда как-то и пошло что мне было это привычно потом у меня я тогда встречался с девушкой с на странкой мне как-то нам да да написал тексты для наших музыками где-то кстати на канале есть на единый клип который сохранился я пел белый сочинял музыку восемьдесят шестом году вот поэтому но я мне было совсем я был юн вот и потом конечно это как-то не срослось но вот именно у меня это засел и когда пришло делать канал я думаю как как-то лучше владимир никифоров назвать как ты не это самое иностранец василий назвал как-то не формы как бы подумал о чем буду стесняться но она же существовал у меня я под ним многие какие-то вещи писала как псевдоним использовал его поэтому знаете что вот мы со светой ответили когда про ваш канал значит у вас невероятно высокий процент комментаторов от просматривающих то есть фактически там чуть ли не каждый десятый кто смотрит оставляет комментарий это очень много но просто очень много то есть если у меня допустим зато вы зрители мало почему-то мало потому что во первых во первых у вас может быть как-то вы так это дайте там чехия там ну да 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 узкая аудитория узкая аудитория с одной стороны с другой стороны я думаю что если бы вы были более раскручены то есть чтобы о вас люди знали да они больше они либо приходили бы отдохнуть душой да мне у нас говорят я там даже не столько слушаю что вы сказали но вот как-то вот терапевтический голос это есть да 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 я приходили бы отдохнуть от злобы от истерики там и тогда у вас есть хейтеры очень мало очень мало они вас лично не любят или они в принципе всех весь мир не затем я какие-то хейтеры такие иногда даже я бы не сказал что они злобные но за исключением психов просто которые напишут какой-то матерное слово и наверное и уходят они даже не отвечают там если им ответить да но я во первых перестал отвечать на такие комментарии просто меня как бы хочешь быть артистом называется да но запихни подальше свое вот это вот но вы не ставите самолюбия фильтры на какие-то слова там нет нет это значит вас еще не достали меня еще просто не достали но наверное когда-нибудь это получится делать я вообще понимаю что я сейчас нахожусь в стадии такой очень прекрасный потому что вот эти одиннадцать тысяч подписчиков которые совсем небольшое количество я могу с этими людьми еще общаться да потому что когда их становится сто одиннадцать тысяч это или там еще гнида биллион да то ты уже не сможешь пообщаться с этими людьми они пролетают у тебя все эти комментарии за за секунду если ты начинаешь онлайн какой-то там ты даже не успеешь там ответить я вам скажу что у меня на двести там двадцать шесть тысяч подписчиков именно активных может быть не больше чем у вас то есть таких которые ну как бы друзья фактически то есть которые смотрят все подряд которые костяк костяк ну ну как бы да такие фанаты что ли как может быть вот даже при таком соотношении я когда смотрю на канал наташи крик очень разные ну то есть у нас совершенно разные аудитории там и тогда но я просто вижу что у нее количество просмотров в процентах от подписчиков зашкаливающие то есть не но если не сто процентов там обычно но это может быть там скажем 70 процентов у нее это норма эти норма у меня если 10 процентов я просто я счастлив и горд потому что 20 там две тысячи посмотрели твое видео но это обусловлено профессиональными какими-то вопросами которые освещаете на канале конечно наверно тематишь сама до тематика потому что он пришел к вам молодым начинающим мальчиком отучился на тестер понятно что он уже потом будет посматривать иногда может быть но если он в америке то он продолжает потому что его интересует и про недвижимость это да 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 но потом они все все но люди это точно так же как мои зрители то же самое на самом деле есть отток такой небольшой не то что они не смотрят они перестают комментировать потому что они уже ну за они уже приехали сюда нет мне очень много людей которые сюда собираются приехать например например они потом приезжают и вроде говорят давайте встретимся все я приехал и проходит месяц два три полгода их нет давай они не звонят давай